Новые правила посещения за границей наших туристов озадачили, но не напугали. Пермяки не спешат отказываться от зарубежного отпуска. Даже в те страны, где ограничений больше. Например, при посещении Мальдивских островов необходимо предоставить результаты теста на коронавирус на английском. Арабские Эмираты немножечко сложнее. То есть здесь необходимо сдать тест на коронавирус и получить отрицательный результат. По прилету в Арабские Эмираты в Дубае обязательно сдать повторный бесплатный тест. Установить специальную программу для того, чтобы контролировали передвижение власти Арабских Эмиратов. И на получение результатов теста находиться в самоизоляции в номере. Никуда не выходить. Если, допустим, турист нарушает эти законы, то штраф 800 долларов. И все же при выборе заграничного отдыха вопросов у наших туристов возникает достаточно. Один из основных – что будет, если тест на коронавирус окажется положительным? Не потеряют ли путешественники, потраченные на путевку деньги? Сейчас, в принципе, туроператоры настолько позаботились о своих туристах, что полная оплата лечения от коронавируса входит в стоимость. Единственное, что необходимо предусмотреть, чтобы эта страховка была полной, безфраншизной. И желательно все-таки оформлять страховку от невыезда. Также туристов волнует вопрос, где сдавать анализ на ковид по прилету, уложиться в ответственный срок и не избежать штрафа. Специалисты туристических фирм советуют еще до вылета зарегистрироваться на портале госуслуги или проверить свою регистрацию, а также заранее записаться на сдачу теста в медорганизации. Кстати, пройти тестирование по прилету можно и в аэропортах некоторых городов, например, в Москве и в Казани. Практически все самолеты успевают сдать полностью тест на коронавирус. Например, стоимость теста в Казани составляет 1200 рублей, в Москве она составляет 3200 рублей. Поэтому стоит выбирать направление и через что полетит турист. Сдача теста по возвращению в Россию обязательно для всех граждан Российской Федерации. В течение трех дней после прилета результаты необходимо зарегистрировать на госуслугах, а до получения результатов соблюдать режим самоизоляции.